В отношении лидеров Альянса должно быть возбуждено уголовное дело. Представители гражданского общества потребовали от Генпрокуратуры уголовно наказать правящий Триумвират за узурпацию государственной власти. По словам членов Комитета по защите Конституции и Демократии, отсутствие соответствующей реакции может сделать Генеральную прокуратуру соучастником этого преступления. Комитет пришел к Генпрокуратуре, чтобы направить обращения, а также демократическим путем потребовать от инстанции отреагировать и наложить санкции на тех, кто сегодня узурпировал власть в стране. Причиной проведения мирной акции протеста стало отсутствие всякой реакции со стороны Генпрокуратуры на очевидную узурпацию власти в стране, утверждают представители гражданского общества. Прямая обязанность Генпрокурора – это соблюдение закона. Он должен возбудить уголовное дело по факту узурпации власти тремя лидерами правящей коалиции, которые незаконно находятся у власти, насильственно удерживают ее и исполняют ее от своего имени. Гражданское общество нашло объяснение молчания и безразличия Генпрокуратуры относительно действий нынешних правителей. Действующий прокурор официально является ставленником Демократической партии. Согласно секретному соглашению, подписанному 30 декабря 2010 года, Лупу, Гимпу и Филатом при создании Альянса за европейскую интеграцию, Генпрокуратура, вопреки закону, отошла Демократической партии. Это значит, что она больше не является правовым государственным учреждением, а стала инструментом политических и финансовых игр тех, кто нелегально удерживает власть в нашей стране. Политизация госинститутов является препятствием на пути интеграции Молдовы в Евросоюз. Ведь обязательства по реформированию Генпрокуратуры наша страна взяла на себя еще при вступлении в Совет Европы, но так до сих пор и не выполнила, говорят представители гражданского общества. Во время прихода к власти Альянса за евроинтеграцию в нашем деле, находящемся в Совете Европы, оставалась лишь одна проблема – реформирование Генпрокуратуры. Оставался единственный шаг до окончания мониторинга парламентской ассамблеи. Мы знаем, что выход из-под мониторинга приближает нас к евроинтеграции. На данный момент наше дело стало намного больше и по-прежнему включает реформирование Генпрокуратуры. Ничего не было сделано за эти годы. Более того, ситуация деградировала. Это учреждение теперь политически подчинено и не выполняет свои обязанности. По окончанию мирной акции протеста представители комитета направили открытое письмо в адрес генерального прокурора Валерия Зубко и потребовали от него возбудить уголовные дела в отношении лидеров Альянса за узурпацию государственной власти. Правонарушения, которые стали системой и совершаются правителями первого ранга, показывают, что они больше не являются законными представителями народа, не правят в установленных Конституцией рамках, а делают это, как им заблагорассудится. Отсутствие адекватной реакции с вашей стороны и нежелание возбудить уголовное дело на этих трех граждан может сделать вас соучастником узурпации власти в стране. За узурпацию власти Уголовным кодексом Молдовы предусматривается наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Лея Никифорова, Виктор Магылдзе, Ирина Коптелкина, телекомпания НИД.